В Магнитогорске прошла третья международная конференция по программной роботизации RPI Connect. Перезагрузка участниками форума стали около 100 представителей компаний различных сфер деятельности. Гости смогли не только обсудить новые реалии применения технологии роботизированной автоматизации процессов, но и совершить экскурсию на комбинат. Их провели по самому зрелищному маршруту, который дал возможность воочию увидеть красоту горячего металла, а также понять, какие люди работают на производство. Конференция получилась настолько насыщенной, что обсуждение поднятых на НИТЕМ продолжалось даже на промплощадке комбината. Ведь участникам форума представили не только богатый опыт использования практик программной роботизации, но и их способы миграции на российские платформы, что весьма актуальным является для всех. Слушайте, из металлургов, мне кажется, вы впереди планеты благодаря НЕКСТу. Ну то есть вот ребята из НЕКСТа, они просто фанаты своего дела, да, и вот по ним равняются многие. То есть приезжают из Нарникеля, из Евраза, и в принципе они в догоняющих. Они как бы догоняют магнитку, потому что ребята из НЕКСТа, они просто фантастические. Я, собственно говоря, был просто поражен тем количеством роботов, которые уже внедрены, которые работают. И сейчас в существующих реалиях было очень важно и очень полезен был опыт их импортозамещения, над которым они сейчас работают и приносят уже хорошие результаты. Это просто впечатляет. Не менее впечатляющей оказалась и поездка на Магнитогорский металлургический комбинат. Многие из гостей давно мечтали побывать на производстве, поэтому провести их решили по самому знаменитому маршруту ММК «Укращение огня», который включает в себя посещение доминого цеха и уникального прокатного стана 5000. Так как наше производство очень объемное и чтобы полностью его посетить требуется очень много времени, мы выбираем, как правило, наиболее зрелищные производства, которые могут дать представление человеку далекому от металлургического производства. Такое яркое впечатление оставить о том, что красиво, что это красиво, что это красота горячего металла, что это мужественные профессиональные люди, которые там работают. Посетив стан 5000, гости узнали, что первый в России комплекс по производству толстолистового проката был запущен именно на Магнитогорском металлургическом комбинате. Это самый мощный в мире прокатный стан, а под крышей цеха, где он располагается, могло бы разместиться 20 футбольных полей. Впечатлила гостей и глобальная автоматизация этого металлургического гиганта, который управляется при помощи нескольких кнопок и джойстика. Сильные впечатления гости ждали и от доминого цеха, где смогли увидеть самый зрелищный момент плавки – выпуск чугуна. Когда мы увидим, как люди длинной пикой протыкают отверстия в доминой печи, как это когда-то показывали в кино «Весна на Заречной улице», когда-то был такой советский фильм, многие его видели, и у них по-прежнему представление, что это именно так происходит. Хотя это уже 40 лет как не так. Действительно, модернизация коснулась доминого цеха. На литейных дворах давно уже установлены современные гидравлические горновые машины и организована система закрытых желобов. Однако красота самого процесса от этого меньше не стала. Удивительно, насколько большой комбинат. Я была поражена, это будто бы целый город. Я наконец-то увидела, как производится металл, чугун. Это буквально как детские игры «Майнкрафт» или «Роблокс». Что впечатляет больше всего? Масштаб, масштаб всего этого комбината, труд людей, которые все это строили, которые здесь работают прямо сейчас. Это просто колоссальный труд, усилие, восхищенное этими людьми. Очень, очень впечатляет. Словом, и впечатлений, вопросов у гостей после этой экскурсии было немало. И многие сошлись на том, что обязательно хотят сюда вернуться хотя бы еще раз. Магнитка – это просто история. Я считаю, каждый житель страны должен здесь побывать и посмотреть своими глазами. То, как ковалась наша металлургия – это, по сути, сердце страны металлургическое. Татьяна Артеменко, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.